Ну вот, запись пошла. Мы вдвоем с Никитой. Всем здравствуйте, кто будет в записи это смотреть. Ну, а я расскажу дальше, что там происходит. У вас, кажется, конфликт с окном идет. Да, да, да. Сейчас я буду это побеждать. Я уже пытаюсь, но что-то у меня получилось. И вот так на весь экран. Наверное, так будет лучше. И вот в прошлый раз, ну, у меня вот они так с недели, с прошлой висят, у меня встречались вот эти слайды. Значит, вот в прошлый раз мы остановились вот на следствиях из теоремы Успенского райса. Ну, и дальше возник такой вопрос, который мы отложили на сегодняшнее занятие. Это можно ли получить результаты о неразрешимости задач, которые не связаны непосредственно с машинами Кьюринга, а связаны с какими-то математическими теориями. Ну, и примеры я такие приведу. Ну, и покажу, как это доказывается. То есть, что же нужно, чтобы вот этот мостик перекинуть от машин Кьюринга к математическим теориям. Так, ну, вот тут все-таки спрошу, значит, поскольку слушатель всего один, Никит, к вам буду обращаться. Вот есть какие-то вопросы, которые бы вы сейчас хотели задать в начале лекции, несмотря на наши все предыдущие обсуждения? Ну, в общем, нет. В общем, нет. Да, я буду дальше рассказывать. Единственное, я уберу окошечко с видео, потому что, ну, вот сейчас оно мне не особо мешает, но оно, возможно, в записи будет мешать. Оно может… А я не знаю, я сам эти записи не смотрю, я просто видел, что иногда окошечко это перекрывает основной экран, и это не очень удобно. Вот. Ну, давайте я его сейчас отключу. Вот. Ну, а слышно, меня будет, и экран будет. Значит, итак, двигаемся дальше. И вот дальше такая штука возникает, которая имеет название теорема Чорча. Вот. Я сейчас сформулирую, что это такое, приведу доказательства, но достаточно детально, хотя все-таки будет момент, который я формально там пропущу, но я скажу об этом. И вот посмотрим, что вот эта теорема дарит. Итак, теорема Чорча. Звучит она вот как. Проблема тождественной истинности формул логики предикатов алгоритмически неразрешима. Ну, что это содержательно означает? Это означает, что нет у нас такого алгоритма, нету в том смысле, что никто никогда не сможет его написать, это невозможно сделать, который бы делал следующее. Мы ему на вход подаем формулу логики предикатов произвольную, а он на выходе выдает ответ на вопрос, эта формула является тождественной истиной или не является. Ну, вот такая вот история. Ну, и давайте докажем. Значит, здесь, конечно, есть неточность в этой формулировке. Здесь не сказано, в какой сигнатуре. Так вот, что касается сигнатуры, ну, попозже это обсудим, а пока давайте будем считать так, что в сигнатуре имеется достаточное количество всех предикатных букв, которые нам понадобятся. То есть, я буду использовать такие предикатные буквы, какие мне хочется. Ну, и вот для той сигнатуры, которая получится, и будет справедливо вот эта вот теорема. Итак, идея доказательства. Я сначала расскажу эту идею очень коротко, буквально вот на оставшуюся часть слайда, а потом уже то, что здесь возникнет, приведу доказательства намного более детально. Итак, первое, что мы сделаем, это мы возьмем проблему для машин тьюринга, которая является алгоритмически неразрешимой. И вот конкретная проблема, которую возьмем, следующая. Машина M останавливается на пустом входе. То есть, проблема звучит так. По коду машины выяснить, верно ли, что она останавливается на пустом входе. Ну, давайте поймем, что она неразрешима. Значит, есть машины, которые остановятся на пустом входе, есть, которые не остановятся. Тем самым, вот это свойство, в кавычках, оно нетривиальное, да, то, которое, в кавычках, нетривиальное. Будет ли оно инвариантно? Ну, конечно, будет. Если мы возьмем две эквивалентные машины, они вычисляют одну и ту же функцию. Если одна остановится на пустом входе, ну, вторая тоже остановится, причем выдаст тот же самый ответ. Поэтому это свойство инвариантное. Ну, и по теореме Успенского-Райса это свойство оказывается алгоритмически неразрешимой. Вот. И вот мы берем такую проблему. И второе, что мы делаем, и вот это я как раз детально опишу. Мы опишем, как по произвольной машине Тьюринга построить формулу. И вот если машина М, формула будет называться АМ, чтобы вот эта формула описывала работу машины Тьюринга на пустом ленте и дальше требовала бы остановки этой машины. Вот. Вот такую формулу мы опишем. Третье. Про эту формулу доказываем вот что. Что машина Тьюринга остановится на пустой ленте. То есть значение машины на пустом слове определено. Вот здесь в скобочках нет ничего. То есть имеется в виду, что мы пустое слово написали. Значит, машина остановится на пустой ленте тогда и только тогда, когда построенная нами формула тождественной истины. Причем формула построена алгоритмически. У нас будет алгоритм, как эту формулу построить. Вот. Это третье. Четвертое. А вот теперь рассуждаем так. Допустим, все вот это мы уже сделали. И тогда, если бы проблема тождественной истинности была алгоритмически разрешима, мы бы решили и проблему остановки на пустом входе. Почему? Ну, смотрите. Берем машину Тьюринга. Строим по ней формулу. По формуле выясняем, является ли она тождественной истиной. И в силу этой эквивалентности знаем, остановится ли машина М на пустом входе. И вот здесь такое вот мутное место, непонятно, сможем ли мы выяснять тождественную истинность. Вот если бы мы могли, получился бы алгоритм выяснения остановки на пустом входе. Ну, а поскольку такое невозможно, то и проблема тождественной истинности должна быть неразвищена. Вот такая идея доказательства. Вот это то, что сейчас предстоит делать. Так, ну вот все-таки спрошу. Никит, понятно пока вот идея? В целом понятно. А обязательно, чтобы слово было пустое? Или мы могли любое же слово зафиксировать? Любое. На самом деле нет. То есть здесь вот эту вот проблему можно заменить на другую. Например, на проблему самоприменимости. Но это сложнее описывать. Просто пустая лента, ну что может быть проще пустой лентой? Ну да. Из всех возможных входов я просто выбрал тот, который наиболее простой. А поскольку он на самом деле не имеет значения, это чисто техническая такая простота. Ну, остальное понятно, да? Да, 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 ясно. Да, ну все, тогда поехали. Значит, итак, что мы теперь сделаем? То есть вот теперь уже более детально это все. Нам потребуются вот какие буквы. Нам потребуется равенство. Нам потребуется буква меньше. Причем вот это меньше я хочу понимать как настоящее меньше. То есть мы можем написать вот какие условия. Что это строгое отношение, которое является транзитивным, и оно является линейкой. И эти формулы я явно выписывать не буду. Значит, итак, меньше про него говорим, что это строгое транзитивное линейное отношение. Ну, а дальше вводим вот какие буквы. Я буду писать сами буквы, но через тире здесь будет написан подразумеваемый смысл. То есть как мы эти буквы будем понимать, как бы нам хотелось их понимать. Но использовать мы их будем просто как буквы. Итак, буква С, она отвечает вот за что. Какая ячейка обозревается машиной тюринга. То есть если Х это номер шага, а У это номер ячейки, то тогда вот понимается С как предикат. Вот какой. То есть, что на шаге Х машина обозревает ячейку с номером Х. Дальше. Машина имеет какие-то состояния. И для каждого состояния мы введем букву Q большое като. И тогда Q большое като от Х. Мы будем подразумевать вот какой за этим смысл. Что на шаге Х машина находится в состоянии с номером К. В состоянии Q като. Дальше. С большое като от Х и У. Смысл вот какой подразумеваемый. Что на шаге Х в ячейке с номером У записан символ с номером К. То есть записана А маленькая като. Значит, Q вот эти образуют множество состояний, а вот эти маленькие образуют множество букв, которые пишутся на линь. Ну, я напомню, мы вот договаривались в прошлый раз, что пустая ячейка можно считать, что это А нулевое, а граничный маркер можно считать, что это А первое. Я буду этим пользоваться. Начальное состояние – это Q нулевое. Ну и заключительное состояние – это Q первое. Я тоже буду этим пользоваться, чтобы явно указывать номер интересующего меня состояния. Так. Теперь нужна будет формула. И вот смотрите, формула вот какая. Что у нас, значит, вот next между Х и У. Вот это означает следующее, что У непосредственно следует за И. Я напомню, вот про это меньше, мы должны сказать, что оно дает нам строгий линейный порядок. Итак, Х меньше У, во-первых, должно быть, а во-вторых, никакого З между ними не ставить. И тогда у нас получается, что У следует непосредственно за И. Вот. Я буду пользоваться вот этой формулой, не переписывая ее каждый раз вот так вот длинно. Буду писать вот такую короткую штуку. И еще понадобится одно условие. Это условие наименьшего элемента. Ну, даже понятно, почему понадобится. Нам нужен нулевой шаг, нам нужно нулевое состояние. То есть нам нужен наименьший элемент. И вот Х наименьший, ну, вот написано, что это означает. Что все ему неравны и должны быть его больше. Вот. Вот это такой вот у нас арсенал. Теперь мы можем написать формулы, которые связаны с работой машины Тюринга. Ну, наверное, вот несложная формула написать, она уже вот высветилась, написать, как машина начинает работать. Я эту формулу назвал старт. То есть, ну, начало работы. Смотрите, существует такой элемент, который является наименьшим. Ну, то есть, по сути, есть у нас ноль. В это время, вот на нулевом шаге курсор обозрепает нулевую ячейку. Вот что это означает. Дальше. На нулевом шаге у нас машина находится в нулевом состоянии. То есть, ку-ноль должно быть справедливо. Дальше. В нулевой ячейке на нулевом шаге записан граничный маркер. Я напомню, граничный маркер, мы договаривались, что он имеет номер один. Поэтому записан символ с номером один. И во всех остальных ячейках, все остальные ячейки должны быть пустыми. Ну, и здесь вот мы договаривались, что у нас ячейк потенциально бесконечно много, но в каждый момент времени лишь конечное число ячейк используется. Вот здесь мы считаем все-таки, что их бесконечно много. То есть, они уже есть. И я просто пишу, что в этом случае во всех остальных ячейках, то есть, отличных вот от этого икса, в начальный момент времени записан символ с номером ноль. То есть, это пустые ячейки. То есть, единственная ячейка, где что-то записано, это нулевая. Значит, начальник. Да, и там записан символ один-треграничный партнер. Ну, вот формула старта. Ну, мне кажется, вполне понятная, но, тем не менее, Никит Гудель иногда спрашивает. Понятно, что здесь написано? Да-да-да, это ясно. Ага. Двигаемся дальше. Теперь нужно написать общий принцип работы машины Тюринга. Общие принципы такие. У нас в каждый момент времени должна обозреваться одна единственная ячейка. В каждый момент времени машина должна находиться ровно в одном состоянии. В каждый момент времени в каждой ячейке должен быть записан ровно один символ. Так, что-то у меня опять конфликт током. Вот, вроде убралось. Ну, и смотрите, как это можно написать. Это несложно. Вот, я использую букву У. Ну, это вот от слова уникальный, да, единственный. Вот, и индекс дальше приписываю. Вот у нас курсор, состояние и символ. Итак, то, что у нас курсор или каретка обозревает ровно одну ячейку. Смотрите, в каждый момент времени обязательно существует такая ячейка, которая в этот момент времени обозревает. И при этом, если какая-то ячейка обозревается, то она равна нашей. То есть вот, что здесь написано. Одна ячейка обозревается, ну и это ровно одна ячейка, которая обозревается. Теперь состояние. В каждый момент времени машина находится хотя бы в одном состоянии. Но если она в каком-то состоянии находится, при этом что происходит? И неверно, что она находится в каком-то другом. Обратите внимание, что здесь ЖИ не равно К. То есть если она в К там находится, то ни в каком другом она уже не находится. Ну и символы метаж самая история. В каждый момент времени, в каждой ячейке какой-то символ записан и неверно, что записано остальное. Значит, вот эти конъюнкции, они на самом деле конечные. Почему? Потому что в алфавите машины, конечно же, получается конечное число символов. То есть вот эти ЭСЖИ-ты, они образуют конечное множество для конкретной машины. То же самое здесь с ХУЖИ-тыми. Ну вот такие несложные условия. Снова спрошу, понятны ли условия. Да, собственно. Запрограммировали машину нашим языком. Да, то есть мы машину как раз пока не запрограммировали. Но мы объяснили общие принципы, как она работает. А вот сейчас программировать ли будем? Саму уже непосредственно машину. А для этого нужно рассмотреть инструкции. Инструкции бывают такие, что вот мы в И-том состоянии видим Ж-тый символ. Должны перейти в К-тое состояние, написать Л-тый символ. И тут три варианта для буковки вот здесь. Или С, то есть на месте мы остаемся. Или Р, то есть направо. Или Л, то есть налево. Ну и давайте для С посмотрим, как вот такую инструкцию описать. Для любого х, для любого у, то есть содержательно. На любом шаге, для любой ячейки. Если, тут импликация написана, поэтому я читаю вот это, это будет если. Если вот что. Если мы в момент времени х находимся в состоянии куитое, обозреваем ячейку с номером у, и в ней записан элемент Ж, то есть вот описали вот эту ситуацию. То есть если происходит вот это, то что мы должны сделать? Мы должны перейти в К-тое состояние, написать Л-тый символ, а в К-тое с номером. Но когда мы это должны сделать? Мы это должны сделать на следующем шаге. И поэтому здесь мы должны написать так, что, во-первых, этот следующий элемент существует. Значит, во-первых, существует следующий шаг, то есть следующий этап исчисления. И мы перешли вот на этом следующем шаге. К-тое состояние, вот в точности как тут написано. Курсор у нас остался, или каретка осталась, на том же самом месте. Вот как было у, так и осталось у. А символ мы записали этим. И на шаге z теперь у нас вот в ячейке с тем же номером у уже не житый символ, а л. Вот это то, что произошло. Но нам еще одну вещь надо сказать. Это то, что мы явно не произносили, но всегда это подразумевалось. Во всех остальных ячейках все символы, какие были, такие и остались. Поэтому еще дополнительно нужно сказать, что если мы берем какую-то ячейку с другим номером, то есть не с номером, не с номером, тогда то, что на ней было записано на шаге x, оно же самое будет записано на шаге z. То есть вот был записан символ с номером t и останется записан символ с номером. Вот это то, как описывается инструкция, когда мы остаемся на ней. Ну и снова спрошу, Никита, понятно вот то, что сейчас здесь описано? Да. Теперь давайте подумаем, что произойдет, если мы вот здесь делаем r. Что нам нужно будет здесь делать? Поменяется вот эта вот история. То есть нам на следующем шаге, на шаге z, вот здесь надо не в этой ячейке оставаться, а нам нужно попасть в другую ячейку, правильно? Вот, собственно, и все. Поэтому нам нужен будет next не только для вот этого z, но нам нужен будет еще и next вот для этого y. И сюда вот его и надо будет написать. Давайте я переключу слайд. Здесь выделено цветом то, что поменялось. Вот возник еще один next, то есть мы для y взяли следующее. И сюда мы вместо y написали вот этот v, который следующий за y, то есть мы сдвинулись направо. Это единственное изменение, которое здесь есть. Оно выделено синим. Мы вот этот v сделали, который подставили на данный сайт. Нужны более подробные пояснения? Понятно? Нет, ясно, да. Ну и теперь l, да, ну тоже понимаете. Значит, теперь нужно y и v поменять местами. Если мы их поменяем местами, значит, мы уйдем и сюда вот v так и расставим. Оп, смотрите, вот они поменялись местами, и здесь стало у нас c. То есть мы умеем в результате описать каждую инструкцию. Все три типа инструкции мы описали. Что дальше? Теперь мы пишем, как происходит вычисление, computation. Происходит оно так. Мы описываем формулу start, то есть мы начинаем работать с правильной начальной конфигурацией, то есть когда у нас пустая лента на входе. Дальше. Машина работает правильно, это вот эти три конъюнктивных члена, и в соответствии со своей программой. То есть мы берем конъюнкцию всех таких формул. Давайте я назад вернусь. Вот мы их вот так называли. Instr i, где i – это инструкция. Вот теперь мы берем все инструкции из нашей программы, и ровно для них записываем формулы, как эти инструкции применяют. Все. И вот эта вот формула вместе, она описывает вычисление. Здесь нету, я не написал это явно, но вообще-то это надо написать. И еще мы должны сюда приписать формулы про то, как устроено отношение меньше. То есть нужно еще добавить конъюнктивные члены, которые говорят, что отношение меньше у нас задает строгий линейный порядок. Значит, вот эта вот формула будет описывать вычисление. Теперь остановка. Что значит, что произошла остановка? Это значит, мы пришли в заключительное состояние, машина закончила работу. Ну и я напомню, заключительное состояние мы считали, что это первое состояние, номером один. Нулевое – это было начальное, а первое – заключительное. Поэтому существует такой момент времени, когда машина пришла в заключительное состояние. Вот, собственно, и все. И теперь, вот помните, я обещал, что будет формула АМ, которая построена по машине Кюринга. Формула выглядит так. Если мы начали работу на пустой ленте и работали правильно, то мы останавливаемся. Вот что такое формула АМ. И мы получаем в результате вот эту эквивалент. Ну, почему мы ее получаем? Здесь в одну сторону почти очевидное доказательство. Ну, а в другую я отдам некоторые пояснения. Значит, если вот у нас оказалось неопределено, то есть от противного доказательства. Если оказалось неопределено значение М на пустой ленте, это значит, существует бесконечное вычисление, то есть машина никогда не придет в заключительное состояние. И тогда нужно взять это вычисление, дальше вернуться назад. И вот эти вот буквы, их значения определить в точности так, как здесь написано, вот как это подразумевало. В этом случае, вот если мы так делаем, все формулы, которые мы вот эти вот длинные писали, все вот эти формулы станут истинными, потому что они описывают правильную ситуацию. Так, что-то у меня сейчас оформляет. Вот. Потому что они описывают правильную ситуацию. А вот эта формула, то, что машина когда-нибудь остановится, она будет ложной. Да, не сказал. Конечно же, нужно еще сказать про носитель, то есть где это описывает. Ну, понятно, на натуральных числах. Поскольку у нас вычисление бесконечно есть, нулевой шаг, первый, второй, третий и так далее. То есть для каждого натурального числа есть у нас вот шаг с этим номером. И кроме натуральных чисел, мы, конечно, в модель не берем ничего. И вот на этих натуральных числах все определяем в соответствии с тем, как происходило вычисление. И поскольку у нас вот не было определено вот это значение, мы в этом случае не получим такого шага, когда станет истинным Q1 от номера этого шага. И тогда у нас посылка будет истинная, заключение будет ложным, то есть формула опровергнется. Ну, а в обратную сторону вот как доказывается. Если формула опровергнется, то есть если вот это неверно, то есть тоже от противного. Ну, или более точно, по контрпозиции. Если формула опровергнется, нам нужно показать, что значение машины не будет определено. Давайте посмотрим, а что значит вот эта формула опровергнет? Это значит посылка истинна, а заключение ложным. Что значит посылка истинна? Выполняются все вот эти формулы. Ну и плюс вот недописанное условие проотношения. Выполняются все вот эти формулы. В частности, выполняется формула старта. И тогда по формуле старта, давайте я к ней вернусь, вот она, мы можем, вот что сделать, мы можем сопоставить вот этой конъюнцией сами, некоторую конфигурацию. Как? А вот если Q0 выполняется для вот этого элемента, да или нет, мы говорим, что пусть машина находится в состоянии, вот которое тут написано. Вот эта формула говорит, какая ячейка обозревается, с каким номером. Вот это говорит, какой символ написан. И здесь тоже. То есть мы сопоставим конфигурацию, которая в точности будет соответствовать начальству. Но это мы сделаем пока только для начальной конфигурации. Что дальше? А дальше смотрите, что получается. У нас, когда вычисление будет происходить, не вычисление, когда вот на эти формулы мы будем смотреть. Вот эти формулы, смотрите, что они делают. Я вернусь вот к какой-нибудь, неважно к какой-нибудь. Если у нас был какой-то X, то мы обязательно говорим, что для него есть следующий. Вот. Для него есть следующее. И вот в этом следующем тоже что-то происходит. И здесь написано, что происходит. И глядя на то, какие предикатные буквы истины, мы точно так же, как для формулы старт, можем сопоставить некоторую конфигурацию машины тюдинга. И так далее. Для этого есть следующий, для следующего есть следующий такой элемент. И в результате мы вот этим вот элементом, начиная с самого маленького и двигаясь дальше, будем сопоставлять какие-то конфигурации. Так вот, то, как устроены вот эти формулы, вот эти инсты, они нам будут гарантировать, что вот эта последовательность конфигурации будет образовывать настоящее вычисление машины тюдинга. Потому что то, какую конфигурацию мы сопоставляли, смотрите, она в точности соответствовала выполнению инструкции. И вот тут скрыта индукция, вот индукция по длине вычисления машины тюдинга, что мы действительно будем получать вот каждый раз конфигурацию, которая соответствует вычислению. Ну, а дальше смотрите, что получается. Если у нас формула опроверглась, то вот это истинно, то есть, все будет соответствовать вычислению, но тогда и то, что говорится вот здесь, будет соответствовать вычислению. Оно ложное. Давайте читать, что здесь получилось. Что здесь сказано? Здесь сказано, существует x такое, что по одинакове. Ну, а раз оно ложное, значит, его не существует. А это значит, что что это вычисление не будет содержать конфигурации, когда машина пришла в заключительное состояние. Ну а раз так, значение машины на нашем ходе не определено, то есть вот это не выполнено. Вот как это происходит. Последний момент, я обещал, что будет момент, который я подробно не буду доказывать, вот этот последний момент я подробно доказывать не буду. В каком смысле? Я вот эту индукцию не буду провалить. Ну а идейно, я надеюсь, понятно, что произошло. Так, ну вот, Никит, только у вас могу спросить, как больше никто и не появился пока. Понятно ли? Ну, идея ясна, да. Ну а детали, здесь индукция. Здесь идет индукция, надо ее детально проверить. Индукция по номеру шана. Все, конец доказательства. То есть теорема черт, и тем самым доказывать. Что нам это дать? Значит, мы, конечно, доказали неразрешимость некоторой теории, в данном случае логики предикатов. Но смотрите, здесь происходит вот как. Это как с первой проблемой неразрешимой. Мы когда доказали, что проблема самых именимых неразрешима, за счет теоремы Ускенского райса мы получили много неразрешимых проблем. Так и здесь. Когда мы доказали для какой-то теории, в данном случае для логики предикатов, что она неразрешима, то есть проблема с раздействием неистинно, это сразу же дает возможность использовать и саму технику или уже неразрешимость логики предикатов, чтобы доказывать неразрешимость других теорий. Ну и вот я тогда про вот эти вещи немножко расскажу. Вот примеры. Первый пример – это проблема тождественной ложности предикатных форм. Она неразрешима, да, то есть тождественную истинность можно заменить на тождественную ложность. В листочке есть такая задача, но вот я не знаю, я не уверен, что во всех группах вы доберетесь до вот этих вот задач, поэтому я какие-то пояснения буду давать, и надеюсь, вы воспользуетесь этим. И преподавателям скажете, что некоторые задачи не надо уже разбирать, вот я на лекции объяснил, и лучше разберете, ну, какие, которые, ну, остальные, которые я на лекции не затрону. Смотрите, формула тождественная истина тогда и только тогда, когда ее отрицание тождественно ложное. И наоборот, поэтому получается, что проблемы тождественной истинности и тождественной ложности, они эквивалентны. Если мы умеем решать одну, мы умеем решать и другую. Достаточно взять отрицание формулы и посмотреть для нее нужный нам вопрос. То есть, если мы хотим решить проблему тождественной ложности, возьмем отрицание формулы, посмотрим, правда ли, что она является тождественной истиной, да, ну, и вот в результате узнаем исходная формула, была ли тождественной ложности. Но если наоборот, то наоборот. Вот. Ну и тогда что? Значит, вот если бы мы умели решать проблему тождественной ложности, то отсюда следовало бы, что мы умеем решать проблему тождественной истины. Как? Берем какую-то формулу, хотим узнать, является ли она торжественно истинна. Ну, очень просто. Надо взять отрицание этой формулы и посмотреть, является ли оно торжественно and the law. Если мы эту проблему умеем решать, мы это выясним, ну и выясним в результате, была ли исходная форму торжественно and the law. Ну, а поскольку теорема Черпича у нас есть, проблема торжественной истинности неразрешима, мы бы тем самым получили противоречие. Ну, а значит и проблема торжественной истинности тоже неразрешима. Примерно так можно здесь действовать. Двигаясь дальше. Проблема выполнимости парадикатных формул неразрешимых. Здесь надо воспользоваться тем, что у нас разрешимые множества, их совокупность замкнута по теоретикам множественным операциям, объединения, пересечения. И вот в данном случае важно разности, ну и частный случай это дополнение. Выполнимые формулы, они образуют множество, которое является дополнением ко множеству невыполнимых формул. Но невыполнимые формулы это здесь наложенные. И если бы у нас проблема выполнимости была разрешима, то и дополнительная к ней была бы разрешима, а дополнительная это тождественная ложка. Поэтому вот здесь получается неразрешимая. Дальше. Теория модели. Вот такое натуральные числа. Ну и дальше привычная сигнатура равенства, положения, умножения, ноль и единица. То есть по сути арифметика. Арифметика в каком смысле? Истинностная арифметика. То есть множество формул истинных стандартной модели. Вот эта теория оказывается неразрешима. Ну и доказать это можно сходным образом, вот как доказывается теорема черта. Только язык теперь другой. И вот в этом языке оказывается можно закодировать вычисления. Ну и получается, что арифметика неразрешима. Ну и вот мы тут с Никитой обсуждали немножко накануне, чуть раньше на предыдущем занятии, вопрос диафантового уравнения. Ну по сути вот они ваши диафантовые уравнения. Да, понятно? Да, да, да. Ну то есть, ну понятно, диафантовые уравнения вкладываются внутрь. То есть вот она арифметика, то есть вам нужны как раз натуральные решения. Ну и вот оно все и получается. Дальше. Арифметика пиано. Это некая другая история. Это попытка аксиоматизировать вот эту арифметику, то есть теорию вот этой модели. Это аксиоматическая теория, где описаны некоторые естественные свойства операций сложения, умножения, когда у нас есть языке 0, 1, равенство. И вот эта теория, которая получается, она не полна, в отличие вот от этой теории. То есть эти две теории не совпадают. И полную теорию не получить, ну это теорема Гёделя, а не полноте. И вот эта арифметика тоже неразрешима. То есть оказывается, можно не опираться на истинность, а опираться только на аксиоматику. И все равно удается там промоделировать неразрешимые задачи. Вот такая штука. Арифметика притсбургера. Это если мы уберем умножение. То есть умножение больше нет. А вот здесь все будет очень здорово. То есть это разрешимая теория. Ну такой задачи нету, поэтому и пояснять я не буду. Просто вот привожу в качестве примера, что вот язык упростили немножко, и теория оказалась разрешимой. Логика одноместных предикатов. Такая задача есть. Что логика предикатов вообще, то есть мы там использовали что с вами? Двухместные буквы, равенство использовали, одноместные буквы использовали. Вот она не разрешит. А вот если мы только одноместные буквы будем использовать, теория получится разрешимая. То есть алгоритм есть. Другое дело, что он по сложности своей очень сложный. Он потребует очень много времени работать. А идейно он очень простой. Ну вот если вы возьмете формулу от одноместных предикатов, что может одна предикатная буква различать? Она может все объекты разделить только на две части. Если это буква P, значит она разделит элементы на такие X, для которых P от X, и такие X, для которых неверно, что P от X. И все, больше никаких отличий она не видит. В результате все элементы разобьются максимум на два класса эквивалентов. Ну а дальше все, получаем факторизацию. То есть мы берем и вместо исходной модели рассматриваем модель, где не больше, чем два элемента. И получается, что если вы формулу от одной предикатной буквы будете смотреть, вам достаточно рассмотреть модели не больше, чем с двумя элементами. Что смогут сделать N предикатных букв, одноместных, если у вас в формуле N одноместных предикатных букв? То же самое надо сделать. Значит в этом случае, давайте тут немножко все-таки попишу. Значит я переключу сейчас на доску сообщения. Так, тут у меня некие другие записи остались. Вот, значит вот у вас есть N одноместных предикатных букв. Вот что в этом случае произойдет? Надо ввести отношение эквивалентности на элементах модели. То есть вот есть у вас модель, множество D, интерпретация I, которая вот этим буквам сопоставляет конкретные предикаты. Ну и тогда вот мы скажем, что элементы A и B вот из этого множества D являются эквивалентными, если по определению выполняется вот что. вот когда мы возьмем P первое, но вот не само P первое, да, а I от P первого на элементе A, I от P первого на элементе B, они должны быть равны. И так далее, I от P первого на элементе A должно быть равно I от P первого на элементе B. И вот это все должно выполняться одновременно. Вот. То есть все предикатные буквы на элементах A и B, смотрите, ведут себя одинаково. И тогда мы получим вот по этому отношению классы эквивалентности. Сколько таких классов? Ну понятно, значит, сколько у нас возможных вариантов по-разному задать значение типов? Тут все две возможности, есть 0 или лоза, 0 или 1. Поскольку их M, значит, всего таких классов не больше, чем 20. А это значит, что нам достаточно рассмотреть модели, в которых мы будем тестировать формулу, в которых не больше, чем 20 элементов. И что получится? Вот если мы взяли формулу A, рассмотрели модели, в которых не больше, чем 20 N элементов, если хотя бы в одной такой модели формула A проверклась, все, она не кождественная. А если во всех таких моделях формула A оказалась истинной, она истинна и во всех моделях вообще. Почему? А вот мы только что поняли, если она в какой-то опровергается, она опровергается и в достаточно маленькой. Соответственно, если ни в какой достаточно маленькой она не опровергается, она не опровергается ни в какой вообще, в принципе. То есть, так действительно нет. И алгоритм состоит просто в проверке конечного числа моделей. Надо протестировать для каждой из них, правда ли, что там истинно формула А. Сигнатура конечна, то есть в качестве сигнатуры рассматриваются те предикатные буквы, которые оказались в формуле А. Но исходная сигнатура может быть бесконечной, то есть вообще в сигнатуре предикат может быть даже бесконечно много, но по отношению к конкретной формуле А нам это становится совершенно неинтересно, потому что кроме вот этих букв в формуле А никаких нет. И что с ними происходит в модели нам, неважно. Формула А все равно этого не существует. Ну вот такая тут история. Так, я возвращаюсь к слайдам. Дальше. Теория равенства разрешима. Есть такая задачка, но не знаю, доберетесь до нее или нет, она требует некоторого внимания. Может быть на семинаре стоит пропустить, но сами можете подумать, почему теория равенства разрешима. Логика одноместных предикатов с равенством, то есть если объединить к девяти, остается разрешимой. Вот. Ну понятно, здесь уже доказательство более. Теория групп. Значит, что такое теория групп? Ну это к логике предикатов в языке, где что у нас есть? Равенство и групповая операция. Ну и можно считать, что там есть единичка, а можно считать, что и нет, потому что мы ее можем выразить. И вот получается некая теория, где мы потребуем что от этой групповой операции? Ассоциативность. Мы потребуем, ну вот если не включать сигнатуру единицы, существование этой единицы, и мы потребуем, чтобы для каждого элемента был обратный повод этой групповой операции. Вот аксиоматика теории групп. То есть простая. Вот эту аксиоматику надо добавить к классической логике предикатов. Что будет моделями этой теории? Моделями этой теории будут группы. Что будет теоремами этой теории? Но это все утверждения, которые справедливы в отношении группы. Ну и возникает вопрос, можно ли для произвольного утверждения на языке этой теории выяснить, то есть есть ли у нас алгоритм, который по произвольному утверждению на языке этой теории выясняет, правда ли, что это утверждение является теоремой этой теории. То есть правда ли, что оно принадлежит множеству вводимых форм. Вот оказывается нельзя. Ну это уже более сложная история. Но тем не менее, используя те методы, которые я сегодня показал, можно доказать, что да, теория групп алгоритмически неразрешима. Теория графов. Что с теорией графов? Там вообще всего одно бинарное отношение. Оказывается неразрешимо. Ну вот, кстати, если хотите, вот это вот можно извлечь из книжки Буллоса и Джеффри. Вычислим эти логика. Книжка называется у нас на русском языке, она переведена. Москва, мир, 94-й год. Вот у них вот это вот доказано. У них, правда, не написано, что теория графов. Но у них доказано вот что. Теория одного бинарного отношения, то есть одной бинарной буквы, она уже неразрешима. А доказывается это так. То есть они берут неразрешимость проблемы каждейственной истинности, а потом показывают, что вот все те буквы, которые использованы, можно промодулировать одной единственной бинарной буквой. Показывают, как это делать. Ну, довольно такое несложное, но тем не менее на несколько страниц доказать. Поэтому, если заинтересуетесь, вот можно на русском языке найти книжку Буллоса и Джеффри, вычисленных и логиками. Теория простых графов. То есть если мы теперь не будем требовать, вернее, потребуем отсутствия фетель, отношение будет симметричным, да, вот оказывается теория простых графов тоже неразрешима. Проблема равенства в полугруппах. Да, то есть мы снимаем некоторые свойства, которые были в теории групп. Неразрешимая теория. Теория конечных моделей неразрешима, но с ней все еще хуже. Но это сейчас мы чуть попозже, я об этом расскажу. Теория конечных моделей неразрешима. То есть что имеется в виду? Множество формул логики предикатов. Вот в том богатом языке, которого нам хватило для теории Мчерки. Но теория вот такая. Мы берем множество формул, которые истинны, ровно в конечных моделях. Вот это теория конечных моделей. Теории множеств. И вот мы с вами рассматривали теорию множеств термела Фрэнкеля с аксиомой выбора. Но вообще говоря, неважно, есть там аксиома выбора, нет аксиома выбора. Есть там континуум гипотезы, нету континуум гипотезы. Или мы рассматриваем другую теорию множеств, когда объектами теории в общем случае являются классы. То есть, скажем, если мы все множество вместе соединим, множество не получится. А вот класс получится. И вот это вот теория фон Неймана, Гильберта и Бертонса. Значит, вот есть другая теория множеств. Она тоже неразрешима. И независимо от того добавляем ли мы какие-то аксиомы. Это все неразрешимые теории. Дальше. А вот теория модели действительных чисел или рациональных чисел с равенством отношений меньше. Вот эта теория оказывается разрешимой. Но доказательство не короткое. Хотя, опять же, сегодняшний опыт показал... Ну, Никит, я на вас сошлюсь все-таки. Что вы легко сказали, почему эта теория разрешима. Использовалось некое знание о том, что можно элиминировать квантеры. Любую формулу этой теории эквивалентно преобразовать в Константин Лордж или Константин Неймана. Но я такого не рассказывал, поэтому не переживайте, если это объяснение совершенно непонятно. Я просто привожу пример, что это разрешено. Так. Дальше. А вот теперь что же дальше? Ну, вот если все так плохо с разрешимостью, можем ли мы как-то все-таки эффективно описывать неразрешимые теории? И вот, оказывается, можно. Есть понятие рекурсивно перечислимого множества. Определение здесь такое. Множество слов, ну или язык, называется рекурсивно перечислимым. Если, ну или просто пустое множество, то есть тривиальное. Или существует алгоритм, который перечисляет все элементы этого множества. Алгоритм для нас с вами машина Тьюринга. А перечисляет это вот что означает? Мы на вход этому алгоритму подаем последовательные натуральные числа, а на выходе получаем элементы нашего множества. Причем каждый элемент множества хотя бы один раз дополучится. То есть здесь не требуется, чтобы они все были различные, когда вы разное n подаете, могут значения получиться одинаковые. Вот это, пожалуйста, это не запрещено. Итак, множество перечислимо, ну или рекурсивно перечислимо, если существует алгоритм, который последовательно выписывает все элементы этого множества. Значит, утверждение. Если множество разрешимо, то оно является перечислимым. Но это несложно, но есть такая задачка. Вот эту задачку можете сами решить. В общем, оставляю это доказательство, это утверждение вам на самостоятельное изучение. Есть такая задачка. Решается очень просто. Поэтому даже если вдруг по каким-то причинам вы на семинарах не доберетесь до того, чтобы разобрать вот это решение, подумайте, это решение здесь очень-очень простое. Дальше. Является рекурсивно перечислимым. А вот это уже интересно. То есть, смотрите, все-таки вот перечислимость связана с аксиомотивируемостью, с конечной аксиомотивируемостью. И получается, что задав конечную аксиоматику, мы все-таки некое эффективное такое алгоритмическое описание теории получаем. Почему? А дело в том, что если у нас есть конечное множество аксиом, то как теперь перечислить все теоремы, то есть как вывести все, что выводило. Ну, понятно. Во-первых, это аксиомы. Во-вторых, мы к этим аксиомам можем применить правила вывода. Один раз, и мы получим теоремы, которые из них получаются за один шаг. Два раза, и мы получим теоремы, которые получаются за два шага. Три раза, и мы получим теоремы, которые за три шага получаются. И так далее. То есть, применяя вот это последовательно все, применяя правильный вид, мы будем получать все более и более длинные выводы, и в результате у нас будет получаться список теорем, которые выводятся или доказываются из этих аксиом. Поэтому, задав конечную аксиоматику, мы, как ни странно, описали еще и описываем автоматически процедуру, которая позволяет получать, перечислять все теоремы. И поэтому конечные аксиоматизируемые теории, конечно же, рекрутируемые теории. Дальше. Теперь, что касается замкнутости по теоретикам множественных операций. В случае разрешимых множеств у нас было вот какое утверждение. Была замкнутость по объединению, перечислим ее и разным. Вот здесь, обратите внимание, разность отсутствует. Ну, вот как, например, перечислить объединение, если у вас есть перечисление вот этого множества и вот этого множества. Ну, понятно, надо запустить просто обе процедуры, которые перечисляют это множество и это множество. И все, что эти процедуры нам вычисляют, все эти элементы надо занести в объединение. Ну, с пересечением чуть-чуть посложнее, вот подумайте, но тоже есть такая задачка вот среди задач. Попробуйте вот ее решить. Чуть-чуть посложнее рассуждение позволит доказать, что перечисление тоже перечислимо, если исходные множества были перечислены. Так, что касается разности. Ну, вот здесь есть теорема Поста, она есть в задачах, но я все-таки некоторое пояснение дам, потому что для нас с вами теорема сейчас окажется важной. Теорема Поста звучит так. Множество является разрешимым тогда и только тогда, когда и оно, и его дополнение рекурсивно перечисляют. Ну, давайте докажем. Тут просто. Вот если множество разрешимо, то там была такая задачка, дайте я покажу. Всякое разрешимое множество является перечислимым. Если множество разрешимо, то оно перечислимо. Дальше. Если множество разрешимо, то его дополнение тоже разрешимо. Раз дополнение разрешимо, то его дополнение тоже перечислимо. поэтому слева направо справа налево справа налево тоже на самом деле не сложно но вот представьте что у вас есть процедура которая перечисляет само множество дайте напишу вот представьте что у вас есть само множество и она перечисляется да вот есть алгоритм который перечисляет это множество скажем f от 0, f от 1, f от 2 и так далее дополнение тоже есть алгоритм который вы перечисляете скажем g, g от нуля, g от единицы, g от двойки и так далее как нам теперь узнать правда ли что элемент какой-то x малая принадлежит вот этому множеству x большой то есть как нам получить разрешающую процедуру для x ну понятно очень просто вот далее нам x мы тогда запускаем вот эти две процедуры параллельно то есть вот это вот будет первый шаг то есть мы вот 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 этого делаем на первом шаге и смотрим получили мы x или нет но если здесь получили то x малая принадлежит если здесь получили то не если не получили ни там ни там делаем хорош bodge смотрим вот эти вот до.. два элемента смотрим здесь не получил сидели где нибудь не ну и то же самая дальше третий шаг делаем то есть следующие элементы смотрим и тогда поскольку из или принадлежит x или принадлежит его дополнение то То либо здесь, либо здесь, вот этот х малый рано или поздно мы с вами получим. И вот как только мы его получим, мы сразу знаем отлично. То есть вот эта процедура, она всегда будет результативной, всегда будет выдавательной. Поэтому получается, что если у нас х и его дополнение перекислимы, то, конечно же, само множество х оказывается разрешен. А теперь давайте посмотрим на эту теорему Коста. Вот как. Я ее по-другому сформулирую. По контрпозиции здесь возьмем отрицание и по эту сторону тоже возьмем отрицание. Множество не является разрешимым. Это эквивалентно тому, что оно или его дополнение не является рекурсивно-перечислимым. То есть множество не разрешимо тогда и только тогда, когда или оно или его дополнение рекурсивно не являются рекурсивным перечислимым. Может, кстати, быть и так, и так одновременно. Вот давайте посмотрим, что отсюда следует. Пусть у нас Т – это какая-то неразрешимая, конечно-оксиоматизированная теория. Ну, например, логика предикатов. Такое являет. Тогда множество не теорем теории Т не является рекурсивно-перечислимым. Но почему так? Если у нас теория конечна-оксиоматизированная, то получается, что множество теорем этой теории перечислимо. Поскольку теория неразрешима, то множество не теорем уже не может быть перечислимым. Поскольку если бы она тоже была перечислимым в силу теорему Хоста, теория была бы разрешима. А это что означает? А это означает, что множество не теорем теории Т аксиоматизировать вот так вот красиво не получится. Поскольку как только мы получили хорошую аксиоматику, конечную аксиоматику для множества не теорем, Ну, понятно, мы бы получили, что множество не теорем перечислим, а оно таковым не является. Получается большое количество примеров теорий, у которых множество не теорем, оно не будет рекурсивно перечислимым. Это и логика предикатов, это и теория групп, и многие теории, которые аксиоматизируются, но при этом разрешимых там нет. Это множество не теорем в арифметике Пиана. Вот это все неперечислимые множества. Есть ли теории, которые не перечислим, которые не являются рекурсивно перечислимыми? Есть. То есть, есть теории, которые устроены сложнее, чем просто неразрешимых. Ну, здесь я уже доказать не успею вот этих вот вещей, но, по крайней мере, примеры я приведу. Теория конечных моделей. Помните, я сказал, что она более сложно устроена. Вот теорию конечных моделей нельзя описать никакой конечной аксиоматикой, никакой даже рекурсивно перечислимой аксиоматикой. Просто невозможно, потому что теория конечных моделей рекурсивно перечислимой не является. Арифметика, как это ни странно. То есть, теория вот этой вот модели, она устроена сложно, она не просто неразрешима, она даже не является рекурсивной перечислимой. Вот пьяновская арифметика, она является рекурсивной перечислимой, потому что она аксиоматическая, но она не полна относительно этой модели, то есть это разные теории. Дальше, логика второго порядка. Я с самого начала сказал, что логику второго порядка мы с вами не будем рассматривать, но логика второго порядка почему не является рекурсивной перечислимой, это я могу пояснить. Что происходит с логикой второго порядка? Давайте посмотрим. Вот если у нас есть формула А, и мы хотим сказать, что А это тождественно истина. Вот это мы хотим сказать. Это как мы скажем? А вот как? Вот эта формула А, она содержит какие-то предикатные буквы, но допустим их там N штук. И тогда мы должны сказать так, как бы мы не задавали истинность вот этих предикатных букв, они не обязательно одноместные, предыдущими обозначениями не проводить их. То есть, вот арность вот этих букв, она какая-то производительная. И вот эта формула А. То есть, какие, как бы мы не задали предикатные буквы, А будет истинна. Вот эта формула второго порядка, она будет истинна. Вот. И вот если мы хотим сказать вот это условие, его можно сказать вот так. Дальше. Как сказать, что А выполнимая формула? Тоже понятно, как это сказать. Это можно сказать так. Существует такая модель, где она истинна. А что это значит? Это означает, что существует P1 и так далее. Существует PN, что формула А будет, что вот, ну, будет верна формула А. И тогда получается, что мы на языке второго порядка уже можем говорить про то, что вот формула выполнена. А вот эта вот проблема, она не является рекурсивно перечисленной. Вот. Поэтому логика второго порядка – это очень такая мощная вещь, это очень мощный язык. И там с алгоритмичностью очень большие сложности. Вот. И рассматривать, ну, и эту логику рассматривать особого смысла нет. Вот. Потому что, ну, нам бы хотелось что-то делать конструктивно. Вот. А там с этим получаются большие сложности. Вот. Логика второго порядка. Ну, и точка стоит. То есть тут пример на этом закончится. Вот. Теперь вопрос. Ну, и здесь вот вопрос такой. Существует ли множество, которые устроены еще более сложно алгоритмически, чем просто неразрешимое и неперечислимое. Вот. Я расскажу, но расскажу обзорно. Это не войдет ни в задачи, ни в какие. Вот. Этого уже не будет. Если про перечислимое и неперечислимое, там есть несколько задач. Даже домашняя задача есть. Привести пример множества, что и оно неперечислимое, и его дополнение неперечислимое. Вот. Ну, вот. Я расскажу, но расскажу обзорно. И ни в задачах, ни в вопросах, ни на экзамене, нигде вот этого не будет. Просто чтобы вот было у вас некоторое представление, а что еще бывает. Вот насколько сложными бывают множества, на сложность которых мы смотрим со стороны алгоритмов. Ну, поехали. Есть такая штука, это арифметическая иерархия множеств. Вот я вам про нее расскажу. Значит, устраивается она так. Рассматривают множество натуральных чисел, и на них рассматривают разрешимые предикаты. Вот какая ардность этого предиката? Любая. Ну, пример, скажем, разрешимого предиката. Равенство. Для любых двух натуральных чисел, понятно, мы умеем выяснять равенство. Скажем, делимость. Или, например, трехместный предикат, что х меньше у меньше z. То есть вот мы три элемента располагаем по возрастанию. Ну, я думаю, четырехместные, пятиместные. Можете придумать такие примеры. И вот берутся все предикаты произвольной арности, лишь бы они были разрешимы, и эти предикаты были на множестве натуральных чисел. Так вот, эти предикаты образуют некоторое множество, и это множество называют сигма 0,0, и оно же пи 0,0. Сейчас поймете про сигма и про пи, вот что это за обозначение, сейчас дальше когда будем делиться. Вот один из этих нулей мы трогать не будем, он будет всегда оставаться 0, и он соответствует арифметической иерархии. Просто есть еще более высокие иерархии, а там поменяется нолик на другое. Разрешимый – это значит, есть формула, которая его выражает? Нет, разрешимый – это значит, есть машина Тьюринга, которая выясняет принадлежность элементов этому нолику. Причем элементом является набор, поскольку предикат, например, 15-ти местный, тогда одним элементом, который принадлежит или не принадлежит, является набор из 15-ти натуральных мест. Пояснил, да? Понятно? Да-да-да, ясно. Так вот, что мы делаем? Давайте я сразу напишу и то, и другое. Вот если мы уже определили множество Пи, Н, то как получается Сигма Н плюс 1? А мы добавляем квантер существования, причем можно не один, здесь написано Х чертой, то есть здесь вполне возможно написано, существует Х1 и так далее, существует ХН. То есть можно несколько квантеров существования подряд в начале приписания. А если, соответственно, мы определили уже Сигма Н, то мы можем определить Пи Н плюс 1. А для этого надо просто написать в начале квантеров существования, тоже в любом количестве. То есть здесь Х – это можно считать ветком. Необязательно это одна переменная. Может быть, 2, 3, 5. Вот. Ну и еще одно множество, которое рассматривают, это их перетички. Так вот, ну да, вот пример. Пример вот какой. Вот был какой-то предикат. И мы что навесили? Да, и он разрешим. То есть вот этот вот П, он разрешим и задан на множестве натуральных типов. Мы навесили сначала квантеры существования, потом всеобщности, потом существования. И вот смотрим на последний квантер. Последний квантер, ну или первый квантер. То есть тот, который последний навесили, ну, соответственно, тот, который первый встречается формой. Это квантер существования. Значит, мы оказываемся во множестве Сигма. Сигма. А вот этот номер, он просто говорит, сколько тут в результате получается разных квантеров, ну, в смысле перемен, да. То есть сначала мы существование взяли, потом всеобщности, потом снова существование. Вот отсюда получается вот это. Если бы было для любых существовало, для любых это было бы П, 3, 0. То есть получается, что вот Сигма, 3, 0, оно состоит вот из таких вот предикатов. И тогда понятно, почему Сигма, 0 и П, 0, вот с нижними я имею в виду индексами, равны. У нас 0 квантеров вначале. Каких? Ну, хоть существования, хоть их. Просто нету вообще никаких. Поэтому вот эти множества, они здесь будут выражать одно и то же. Вот определяются вот такие вещи. Так вот, я сейчас скажу про свойства этих классов. Но, как обещал, без доказательств, просто обзорно, вот, чтобы было представление, что там происходит. Они замкнуты относительно обменения и пересечения. Вот. Как раз вот как с перечисленным множеством. Если еще относительно чего-то замкнуты, ну, это уже специфическое свойство. Например, Сигма, 0 и П, 0, они замкнуты относительно дополнения, относительно разности. Вот. Но в общем случае мы можем утверждать только относительно объединения и пересечения. Дальше. Значит, из чего они состоят? Если у нас был какой-то предиказ, и он принадлежал Сигме, то его дополнение принадлежит соответствующему. Но это несложно понять. Что значит мы возьмем дополнение? Это, по сути, мы поставим отрицание. Но когда вы перед этой формулой поставите отрицание, начнете проносить его внутрь, у вас квантеры поменяются. То есть, квантеры существования превратятся в квантеры всеобщности, квантеры всеобщности в квантеры существования. А вот этот П уже станет отрицанием. Но дело в том, что если П разрешимый, то его отрицание тоже разрешимо. Оно описывает дополнение разрешимого множества. Ну, то есть, тоже разрешимым. Поэтому все хорошо. Итак, выполняется вот это свойство. Дальше. Вот эти множества, когда мы двигаемся по Сигмам или по Пи, они строго включаются друг в друга. То есть, цепочки образуются. То есть, Сигма-0, Сигма-1, Сигма-2 и так далее. Это именно строгая цепочка. То же самое со множеством и Пи. Если мы объединим Сигму и Пи n-го уровня, то есть, на n-ом шаге, которые получены, то они не просто содержатся в этих следующих, а они содержатся даже в их пересечении. Я напомню, что дельта – это пересечение Сигмы и Пи. То есть, еще и вот такая штука получается. Но, правда, начиная с единицы. С нулем там другая история. Смотрите. Значит, Сигма-0, 0, Пи-0, 0, Дельта-0, 0 и Дельта-0, 1 – это все одно и то же. Вот эти вещи все совпадают. Это в точности класс разрешимых предикатов. А вот Сигма-0, 1 – это класс рекурсивно перечислимых предикатов. То есть, вот мы теперь в этой иерархии можем указать, где находится Сигма-0, 1. И обратите внимание, дальше мы по цепочке, если начнем двигаться, все это уже неперечислимые. Тут уже неперечислимые множество. Вот эти вот это вообще, не только, да, вот эти тут с единичкой, это будет у которых дополнение перечислимые. Ну вот так это все устроено. Ну вот такая тут получается штука. Так вот, теорема Тарского, которую мы изучали, теперь она немножечко заиграет новыми красками. Ну, я надеюсь, я о ней скажу, это, наверное, будет последнее, про что я скажу. Теорема Тарского, что вот арифметика, да, она не является арифметическим множеством. Ну, почему так? Вот если бы мы хотели истинную арифметику выразить, да, какой-то формулой, выразить какой-то формулой истинность. Помните, да, теорема Тарского была с чем связана, что истинность невыразима, да, вот в некоторой теории. Мы, правда, там не арифметическую теорию рассматривали, а некоторые упрощенные. Вот если бы истинность была выразима, она была бы выразима какой-то формулой. Эта формула содержала бы какое-то количество квантов. Но если мы вернемся с вами назад, значит, она бы куда попала? Или в какую-то сигму, или в какую-то пи. Но все следующие, они более, ну, они содержат в себе, причем строго, вот ту сигму или ту пи, куда попадет наша формула. То есть получается, что мы их выразить уже не можем. И поэтому, если мы предположим, что арифметическая истина выразима, мы придем вот здесь к противоречию. Поскольку формула содержала бы какое-то конечное количество квантов, и она бы могла выразить то, что истинность формул, которая содержит больше квантов. Ну, а это не получится. И вот что отсюда следует? Отсюда следует, что арифметика, она не просто неразрешима, она не просто неперечислима. Вот арифметика, вот это истинностная арифметика. То есть множество формул истинных вот в этой вот модели. Вот эта арифметика по сложности такова, что вот в этой арифметической иерархии ей нет места. Она еще сложнее. То есть то, что мы изучали в начальной школе, как устроено сложение, умножение, натуральных чисел. Вот если мы рассмотрим множество верных утверждений про натуральные числа, оно настолько сложное, что в арифметической иерархии оно не оказывается. Оно оказывается где-то еще выше. Вот такая здесь штука. Ну вот на вот этой вот, не знаю, какой грустный, мажорный, ну вот на вот этой вот теореме, которая в некотором варианте вам уже знакома, я тогда закончу лекцию и закончу курс. Поэтому курс на этом объявляется завершенным. Надеюсь, что-то полезное, интересное, может быть, на нем было, но, конечно, на самом деле не знаю, это вы уже сами решайте. Вам спасибо большое, что вы на этом курсе были, слушали, задавали вопросы, решали задачи. Вот кто-то на занятия приходил, кто-то видео смотрел. Ну вот в любом случае желаю дальше удачи. Не знаю, ну встретимся там где-то, потом нет. Ну кто-то ко мне придет, чтобы курсовые работы писать, можно сломанную работу писать. Ну вот с вами, с теми, кто придет, мы еще пообщаемся. Вот. Ну, все, курс на этом завершен. Спасибо вам огромное, да. А вот скажите еще, можете рассказать? Да, ну первый вопрос ведь еще, помимо всех таких важных теорий, которые мы перечисляли разрешимый, неразрешимый, а элементарная геометрия плоскости? Ну там-то вроде все хорошо. Так, кстати, Плидова. Там-то вроде все хорошо. Это какая теория? По-моему, разрешимая эта теория. То есть она разрешимая ведь? Ну вот. Да, да, да. То есть у нас есть алгоритм, который по любому утверждению в геометрии, да? Да. Говорит, истинно оно или ложно. Соответственно, если истина, то выводится из аксиона. Командар. Но Евклидова. Так что это Евклидова, Евклидова. А вопрос, а геометрия Лобачевского? Она не такая же? Или такая же? Вот это я не знаю. Не могу сказать. Надо посмотреть. Могу обмануть просто. Просто вот тоже задался вопросом таким, да? Я уверен, что такая же. Но давайте не буду ответа точно узнавать. Хорошо, да. А можете рассказать как раз для записи еще, а вот как будет проходить экзамен, собственно? Да, это я хотел сказать как раз после ваших вопросов. Если бы они были, ну вот они будут. А математически есть у вас еще вопросы? Ну, на самом деле, еще есть такое, да, есть такой вопросик, замечание. Но смотрите, если более философско пойти, подойти к этому вопросу. Вот я школьникам говорю, да, вот и вообще этим занимался в свое время Декарт. Есть ли общий метод решения любой математической задачи? Ну вот теперь как мы отвечаем на него? Мне мой научный руководитель рассказал такой метод, а ему студенты рассказали. Шаг первый. Решаем задачу по определению. Шаг второй, если не получилось. Решаем задачу методом от противного. Шаг третий, если не получилось на втором. Решаем задачу методом математической индукции. Индукции, да, да. Так следующее, если не получилось индукции. Решаем задачу в лоб. Нет, конечно, общего метода решения задач нет. Но школьная математика, она устроена вот как. В школьной математике все задачи, которые возникают, они алгоритмичны. То есть там есть метод их решения. И вот что я надеюсь, тоже вот из этого курса, может быть, вынесете, это вот это вот понимание, что то, что формируется, у школьников не явно при чем формируется. И у студентов младших курсов это тоже не явно формируется, что математика устроена вот как. Мы получаем какую-то задачу, потом думаем над ней, развиваем некоторую теорию, а дальше говорим, о, мы поняли достаточно, что теперь мы можем сказать, каков метод решения исходных задач. Вот этот путь, который и в школе, и на младших курсах студенты, ну и, соответственно, школьники проходит, он может быть пройден не всегда. Вот примеры как раз были в рамках вот этого курса в конце, на прошлое и вот на текущие лет. Ну, то есть можно говорить так, что метода не существует, потому что, например, не существует метода узнать, истинно ли формула или нет в арифметике Пиано. Ну, это сложно объяснить. Ну, вот примеры какие? Дело в том, что сначала надо, может быть, сформировать вот это конструктивное мышление, и даже есть задачи, которые не имеют решения, вот, и это очень сложно школьникам дается. То есть, когда, например, рисуется какой-нибудь граф, который не Эйлеров, да, и задание дается такое, найдите способ, как, значит, построить вот этот Эйлеров-цикл. Или вот задача, там, о трех колодцах, да, три домика, три колодца, каждый из трех соседей хочет каждому колодцу иметь свою тропинку, причем, чтобы тропинки двух соседей нигде не пересекали. Как им эти тропинки проложить? И вот тут вот какая штука. Многие, ну, большинство, наверное, они будут решать задачу, пытаться в той постановке, как она есть. А вот доказать, что чего-то нет, это очень сложно, это очень сложно представить. И люди больше готовы поверить, что вот есть мальчик в другой школе, там, в каком-то классе, который знает, как это делать. Вот в это будут верить больше, чем словам, что это сделать невозможно. Потому что есть мальчик, который это сделал, это понять. Вот. Я ясно, да. Как тут быть? Я старшеклассником такие вещи иногда говорю. Вот. Но я при этом произношу слова, говорю, вы знаете, но вот чтобы это понять, надо, ну, вот некоторые вещи сначала изучить, как это доказывать. А что надо изучить? Надо ведь какую штуку понять? Надо понять, что такое алгоритм. Вот когда мы сможем с алгоритмом работать, как с математическим объектом, тогда становится возможным доказывать алгоритм. Но это непросто. Вот школьнику это донести идейно не очень просто. Ну, понятно. То есть, всякие попытки в школе, а вообще то, что про независимость, это что-то нереальное, что не доказать ни само утверждение, ни его противное. Как с континентом гипотезы, например, это уже совсем, кажется, им выносит мозг, и они... Конечно, конечно, потому что как это? Или верно, или неверно. Это тоже сложная штука. Хотя, вот, примеры приводятся легко, да? Вот, возьмите, например, какое-то утверждение. Это утверждение ложно? Да, там два треугольника, любые два треугольника. Нет, тут не получится, конечно. Возьмите какое-нибудь утверждение. Да, у них нет, конечно, представлений там о некоммутативности, неассоциативности вот этих вот вещей. Да, сложно, потому что в основном, ну, история там не такая, что каждое утверждение все-таки доказывается, верно оно или неверно. Ну, вот так, то есть теории устроены так, и утверждения устроены так, с которыми вот люди знакомы, что, ну, там как-то сложности вот с местом для таких утверждений, что ни оно, ни его отрицание мы не можем доказывать. То есть вот эта вот неполнота, ну, да, там-то непросто. Это можно делать с работниками, ну, вот, которые интересуются математикой, вот, им можно такие вещи показать. Ну, хорошо, все, теперь давайте про экзамен, все же. А, про экзамен? Значит, ну, вот смотрите, с экзаменом история вот какая. Во-первых, на экзамен могут идти не все, потому что у кого-то оценки получились автоматом, и таких людей немало. Значит, на экзамен я составлю задачи, ну, я предполагаю, что опять я, наверное, задачу 5 составлю. Вот. Будут также варианты, и надо будет написать, отдать, мы проверим, оценки вы увидите, ну, и вот и будет. Экзамен делаем через неделю, значит, это у нас будет на дворе 18 июня. Время, ну, давайте возьмем время лекции, вот. Я могу предложить время раньше, например, когда вот в группе, где я веду семинар, семинарское занятие, но я просто не знаю, что у других в это время, какие. Ну, вот, да, не знаю, как третий курс, да, вот нам было, наверное, намного удобнее, потому что в пятницу у нас в 4 часа встреча с Натальей Витальевной, нашим академическим руководителем. Экзамен закончится в 2, да, и потом ехать, понятно, на матфак, это будет как-то в суете. Давайте тогда сделаем утром, вот, но если кто-то не может утром прийти, вот, ну, я просто письмо напишу, чтобы люди могли подумать. И если у кого-то история не такая, что вот утром могут прийти, а планировали на время лекции, ничего страшного, я и на лекцию останусь, просто сделаю экзамен в 2 этапа, кто придет на лекцию, ну, они получат, соответственно, другие варианты задачи. Ну, вот, их решать. То есть мне просто придет... Соответственно, на такой вопрос, а что ожидать на экзамене? Что ожидать? Значит, на экзамене стоит ожидать задачи, которые не попали в контрольную, то есть по темам, которые не попали в контрольную. Вот. Вот. Мы там остановились, по-моему, где-то на логике интуиционистской, и там вроде бы была задачка про интуиционистскую логику, но какая-то простая. Вот. То есть начиная с интуиционистской логики и дальше. Значит, логика предикатов... Соответственно, но... Да, теория алгоритмов будет? Да, логика предикатов, немножко теории моделей, ну, и, наверное, одна задачка на алгоритм. Да, тогда все понятно, полагаю. Ну и дальше... Ясно к чему готовиться. Да, значит, примерно как вот проходила контрольная работа. Единственное, что если мы делаем утром, а кто-то будет еще писать работы во второй половине дня, то есть, ну, как час, да, когда у нас лекция, в этом случае я просто другой набор вариантов выложу, чтобы не получилось так, что, ну, в неравной оказались ситуации, что можно было работу посмотреть, вот, и писать. То есть кто-то будет полтора часа писать, а кто-то три часа. То есть я поменяю в этом... Ну да, это целая пара, да? Да, целая пара. Вот. И, значит, вот, упреждая там всякие вопросы, просто в прошлый раз получились накладки, что кому-то там пяти минут не хватило, вот, чтобы задачку бы решать. Но я думаю, что я тогда подумаю про время. Вот. Может, просто сделаем так, что я пораньше выложу, например, можно будет минут на десять похоже сдать, чтобы вот таких вот ситуаций, когда там пяти минут не хватило, ну, это не ерунда какая-то. Вот. Ничего страшного, если там на пять минут задержите. Тем более там требуется же все сфотографировать, отправить, прикрепить там. Я понимаю, что на все требуется время. Пусть его немного, но оно требуется. Вот. Ну, надо это учитывать. Я тогда стараюсь все это учитывать, чтобы не создавать вам ненужные вот это... Да, но было бы очень круто, если бы даже как на контрольной выложили, вот, теперь экзамен примерной формулировки заданий. Вот у вас на контрольной так был, такой файл лежит в папке. Да. И такой же на экзамен. Давайте. Но их тоже будет немножко с запасом. Я тогда какие-то формулировки сделаю, а сами задачи, ну, понятно, там формулировок может быть условно штук 10, а задачи будет 5. Вот. Но в разных вариантах они могут немножко там по-разному. Вот. А надо будет говорить, что будешь ли ты участвовать в экзамене или не будешь ли? Соответственно, надо это как-то отмечать, или кто прислал, тот автоматически поучаствовал, кто не прислал, тот, соответственно, не поучаствовал. Ну, кто прислал, тот автоматически поучаствовал. Вот. Но я думаю, вот как. Я, может быть, тогда... Я могу сделать форму, чтобы те, кто хотят получить автоматом, просто сказали про это явно. Вот. И тогда не будет у меня уже вопроса, что человек не пришел на экзамен, потому что он берет оценку автоматом, или он не пришел на экзамен, ну, по какой-то другой причине, а на самом деле хочет его сдавать. Вот. У меня были студенты, у которых была оценка автоматом, но они приходили сдавать экзамен. Вот. Не очень понятно, зачем, когда пятерка автоматом, но, с другой стороны, по себе я знаю, что когда вот сам учился, и какие-то экзамены мне поставили автоматом, я не готовился к экзамену, я не приводил вот эти знания в систему, и у меня не получилось, ну, таких знаний, как по другим дисциплинам, где экзамен я сдавал. Вот. Вот, собственно, да, у меня такая ситуация сейчас. Я думаю, вот у меня девять, да, но чтобы получить десять по курсу, мне нужно экзамены писать на десять. Как бы, соответственно, там по формуле так получается. Но я думаю, тоже прийти все равно, то есть, ну, попробовать, по крайней мере, ну, будет меньше, ну, вот, ну, меньше так меньше. Есть два вопроса, которые друг с другом коррелируют, но жесткой такой вот связи нет. Это то, как вы знаете, и то, какая оценка у вас получит. Это просто разные вещи. Оценка ставится за ответ. Она не ставится за знания. Знания очень сложно провести. И оценка, она, конечно же, субъективна. Никуда вы тоже этого не видели. Потому что она очень сильно зависит от того, кто ставит оценку. Ну, понятно. То есть, а если ты пришел на экзамен, отказаться уже нельзя, соответственно? Такое же правило. Ну, если вот, тут вот как. Если человек сказал, что он берет оценку автоматом, вот, все, это сказано, оценка ставится автоматом. Если такой человек придет писать экзамен, но он уже сказал, что оценку он берет автоматом, ну, вот, в этом случае ну, надо просто это обговорить, этот момент. То есть, если для себя хочется узнать, что получится, пожалуйста. Но это тогда никакие официальные бумаги уже не поймут. Это так можно, надо просто об этом сказать, вот, чтобы я про это знал, преподаватели про это знали, чтобы мы не поставили вот эту оценку. Но вообще это очень странно, скажем, что если оценка получится другая, то есть, человек показал, что он получается на самом деле не знает, но отлично, а у него отлично. То же странно. По контрольным работам еще расскажу. Значит, по контрольным работам, ну, тут несколько есть моментов. Значит, прежде вот есть люди, которые прислали контрольные работы еще за аж прошлый модуль. Домашний, возможно. Ой, контрольный, домашний, да, я говорил, спасибо. Домашний, конечно, работа за прошлый модуль. Ну, вот тут смотрите, какой момент. С одной стороны, все-таки дедлайны достаточно далекие, там даже не неделя, как минимум две, да. С другой стороны, когда вот они присылаются работы на следующий день, там через день, через два дня после дедлайна, вот, ну, это все тоже принимается. Но когда работы присылаются через несколько месяцев, и даже с прошлого модуля, это уже, наверное, не очень хорошо. Вот, поэтому в таких случаях, ну, как минимум, надо договориться, объяснить, почему работа не сдана вовремя, ну, или там с какой-то совсем незначительной задержкой. Понятно, да? Ну, это, конечно, Никита, не вам говорю, я вопрос аудитории, ну, вот кто в записи будет смотреть. Поэтому, вот смотрите, если вот что-то случилось, там болели, была какая-то, ну, была трудность, вот, не всегда бывает, что с правками еще можно подтвердить. Но, опять же, если была трудность, вы не скажите, что ситуация вот такая, вот, объясните ее. А если просто вы не делали работу и хотите ее прислать спустя, там, месяц или два, ну, это немножко странно. Вот. И какие-то вот работы, которые пришли, ну, или там с прошлого модуля, может, просто не будут проверяться. У меня просто нет таких работ, мне не присылали, но вот у преподавателей, у других, я понял, есть такие работы. Здесь кто-то, я такое видел, вот, таблица, которая оказывается работать. Вот. Значит, хотя бы как-то договаривайте, пересняйте, вот, что там произошло. Ну, и, к сожалению, могу сказать, вот, довелось видеть несколько работ, где одинаковые решения, с одинаковыми ошибками. Ну, как-то, держите марку высшей школы экономики. Понятно, что обсуждаете между собой решение, это хорошо, вот, но решение лучше давать свое. Ну, так. Вот. Значит, работы желательно сдать, вот, последнюю, желательно сдать, ну, если задержите, там, наденем дедлайн, может, не страшно, но желательно все-таки сдать до дедлайна все, как написано, чтобы все это можно было учесть, чтобы можно было учесть и автоматы, вот, не в последний момент решать, но это, ну, тоже там ненужные хлопки. Вот лучше все делать могло. Ну, вот это технически. Хорошо. Да. Да, а можно еще вопрос, видимо, уже не для записи, чтобы точно никого там не переутомить на час сорок. Ну, что, отключил? По поводу прошлой, да. По поводу прошлой домашней. Ну, это может и всем будет интересно. Работа. По поводу прошлой домашней. Отключай. Я думаю, что да. Такой вопрос просто. Это вопрос скорее к вам. Как вы такие решения оцениваете? Смотрите, у вас была задача, приведите пример. Отключу сейчас, отключу и помываю. Так, ну, тогда со всеми прощаюсь. Вот. Просто теперь уже возможности, навряд ли будет так вот увидеть, поговорить, поэтому всем желаю удачи. Ну, все, до свидания. Продолжение следует...